Уважаемые коллеги, гости, добрый день. Я рада приветствовать сегодня на нашей видеопресс-конференции, посвященной Дню признания независимости Республики Южной Осетии и Абхазии, наших гостей, журналистов. И хочу представить гостей, которые сегодня собрались у нас. У нас в Цхенвале сегодня заместитель главы администрации президента Алан Александрович Джусоев, первый министр иностранных дел Республики Южная Осетия Мурат Кузьмич Джоев. И кавалер ордена отца Монга, возглавляющий союз кавалеров этого ордена, это высшая награда Южной Осетии, Бестаев Томас Георгиевич. Также я хочу представить нашего гостя в Сухуми, Максим Гвинджа, это помощник президента Абхазии по международным делам, еще раз представляю. Сегодня тема нашего разговора, это день признания независимости. Прошло уже 13 лет с тех трагических дней. Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооруженного нападения Грузии. Боевые действия привели к многочисленным жертвам. После этого Россия вмешалась в конфликт, провела операцию по принуждению Грузии к миру. И с 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план урегулирования военного конфликта, он так называемый план Медведева-Саркази. Ну вот прошло 13 лет, трагические события были. Насколько вот они важны сейчас, память об этом, насколько важна? Пожалуйста, кто начнет? Томас Георгиевич, я бы хотела, чтобы вы начали, потому что вы человек воевавший, вы возглавляли батальон и, скажем так, непосредственный участник этих трагических событий. Как вы считаете, для молодежи важна эта дата? Вообще-то, если я считаю эти, ну вот это слово «пятидневная война» меня не устраивает, потому что, начиная с 89-го года, там, ну, раз мы сейчас обсуждаем восьмой год, то будем считать именно события восьмого года. Начало меня застало в больнице. До этого, если кого-то ранило, кого-то убило, там по рации сообщали, в больницу невозможно было подтолкнуться, поэтому мы договорились, там, командование батальона, что будут сообщать по телефону, если что произошло. Вот и одного нашего ранило, я был там, в больнице, и вот в это время началась вот эта бомбардировка. Сказать, что это была неожиданностью, не совсем правильно, потому что ощущение было грозовое. Тем более, что Министерство обороны, Министерство обороны уже распределили город, кто за что отвечает, в случае чего, в случае, если они уже будут прорваться в город и так далее, и так далее. Ну, понятно было, что вот-вот, с минуты на минуту все это начнется. Первое впечатление, вот когда как-то удалось уже с больницы в подразделение прорваться, уже вот возле МВД и так далее, там уже невозможно было проехать, потому что практически деревья вот эти, дорогу перекрыли, вот которые со взрывов срывало. И второе впечатление было, когда я добрался до подразделения, и начали городами бомбить улицу Тельмана, вот еврейский квартал так называемый, вот через реку, вот это здание батальона, оно вот так, ну как, не знаю, ходуном ходило, как спичечный коробок. Вот внутри находился, у меня волосы дымом стали, не бежать, лежать, что делать, вот непонятно абсолютно, или вот сейчас его рухнет, это здание. С позицией докладывали, да, вот это видим, это видим, там едут такие-то колонны, вот одной колонны вообще хвоста не видно, другие с той стороны и так далее. Ну, естественно, мы дальше доклад перенаправляли к высшестоящему начальству. Когда вот начали объявлять, что, как его называют, вот этого, Санакоева, что они предоставляют коридор для вывода, да, даже мирные граждане, там вот, особенно в нашей районе, они не стали на это реагировать. Что про чем-то было понятно, да, что это обман и заманивают людей. Окончание меня застало возле дома правительства, я просто вот иду, и в это время начинаются пулеметные очереди. Сначала так, и увидел потом эти служащие госохраны, просто давали салют, что они уже узнали, что, в смысле, послушали там радио, телевидение, что Медведев объявил о признании Республике Южной Осетии, Республике Абхазии. Что важно, вот вы спросили, что важно помнить, что важно знать, что на самом деле, что просто так ничего не дается, вот, и победы, и признания, просто вот так, что на тарелочке кто-нибудь преподавал, нет, этого у нас никогда не было, начиная с первого дня, это был труд, кровь и тяжелая работа всех причастных к этому, как казалось, в конце августа праздника. Учат ли детей, вот, чтобы это не забывалось? Я думаю, не совсем, потому что я бы предложил, вот, что поколение, вот, мое поколение, старшее, которое поколение было, после меня, их, в принципе, надо даже записывать, не просто там на бумаге, но и на диктофоне, что, как потом, что, через 10, через 20 лет уже будет. То есть вы считаете, что память, это надо увековечить, чтобы... То, что увековечить, чтобы она документально была, чтобы всех, и устные были эти самые, и письменно, чтобы потом уже, вот, как мы сейчас ищем свою историю, как было, что было, кто что делал, кто куда бежал, чтобы этого исключить. Я думаю, что это надо, потому что выветривается из памяти тоже. Считаю это важным, вот так скажем, чтобы... Это не обязательно даже публиковать, пусть это будет в архивах и так далее, и так далее. Потом придет время, не просто так говорят, что вот... Бывает, что сразу какие-то оценки нельзя давать. Должно пройти 50 лет, там столько-то лет, потом только поднимутся бумаги и изучаются. Я вот это имею в виду. Мурат Кузьмич, у вас изменилось даже выражение лица, когда вы слушали своего соседа. Я так понимаю, что вы полностью погрузились в свои воспоминания. Расскажите, пожалуйста, что происходило? Это точно потому, что без трепета в душе нельзя говорить, конечно, об этих днях. Тут и радость, тут и огорчение по поводу всего того, что мы до этого пережили, все эти 18 лет. Но в первую очередь я бы все-таки хотел поздравить народы Южной Осетии и Абхазии с этим прекрасным праздником. Это очень важный праздник в истории жизни наших народов. Дай Бог, чтобы многие-многие годы наши народы отмечали этот славный день. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, Алина, за то, что вы меня все время пригласили, что я вижу моего друга Максима Гвинджия. Максим, привет! Мы много лет. Я очень рад вас видеть. Максим, в последние годы мы с вами не встречались, а так мы с вами прошли довольно сложный и интересный путь, в том числе и на площадке женевских дискуссий нам приходилось вместе много лет выступать. Очень рад видеть вас. Рад, что вы занимаете высокую должность. И ваша работа всегда будет есть и будет востребована в родной Абхазии. Что касается сегодняшней даты, то лично для меня цифра 13 – это счастливая цифра. И вот сегодня мы отмечаем 13-ю годовщину признания наших республик, Российской Федерации. И дай Бог, чтобы многие-многие годы вот этот праздник всегда был вместе с нашими народами. Что касается вот самого дня признания, конечно, я вот пока сидел здесь, как вы сказали, Алина, я уже опять мысленно все пережил. Ну, во-первых, мы пережили, естественно, события начала августа. Буквально с 1 августа все начало обостряться. 1 августа мы были в Москве, подписывали соглашение о дружбе и сотрудничестве с Московской областью. И вечером я оттуда поездом поехал в Питер. И где-то уже сидел в поезде, мне из Абхазии звонит наш коллега, нынешний наш посол, Олег Ильич Ботцев. Я говорю, что у вас происходит? Я говорю, у нас хорошее событие, вот только что сегодня мы подписали очередной договор о санимизме Московской, российских регионов. Он говорит, нет, я спрашиваю, что у вас в Синвале происходит? Я говорю, я не в курсе. Я не знал, что оказывается, был первого числа сильный обстрел города. И вот в течение всей недели все это накатывалось, накатывалось. Седьмого вечера мы с работой ушли из МИДа в 9 часов. Пришли, в общем, там уже умоновцы, они взяли под охрану здание. Ну, я подумал, я говорю, все-таки ребята молодые. Вот завтра рано утром я приду, что вдруг они там что-то тронут. Вот мы все документы перевели в цифру. До 11 часов мы были в кабинете Бориса Ильюзовича. Подготовили проект протокола встречи с сопредседателем Совершенной Контрольной Комиссии. Домой я приехал с 20 минут 12-го и через 10 минут началась война. А что касается 26-го августа, то 25-го, в принципе, мы все уже были в таком счастливом ожидании. 25-го уже Государственная Дума и Совет Федерации одобрили наше заявление о признании наших государств. И 26-го месяца утра все ждали, когда же прозвучит этот долгожданный указ президента Российской Федерации, и признание нашего государства. И когда в 15 часов в новостях прозвучал указ, сразу же, буквально, началось ликование в городе. Я, в принципе, не пью шампанское, вообще не признаю вино, к сожалению. Но тут же, как только я вышел из кабинета, мне кто-то из ребят, я не помню даже кто, кто-то налил бутылку, прямо бокал шампанское, я сходу выпил. Потом, веще руководство тогда было в Москве, и миссия Элеонора Христофорна и Бедоева буквально за несколько минут организовали митинг на площади. Вот там, где сейчас фонтан стоит, там какую-то импровизированную стену организовали. В общем, было всеобщее ликование. Это уже, говорит, в половине четвертого все это прошло. И буквально через несколько минут уже по городу машины с флагами Южной Осетии, Россия, Абхазии, в общем, было ликование. Ну, что касается самого факта признания наших государств, это, конечно же, оценка того пути, который прошли наши республики. И Республика Южная Осетия, и Республика Абхазия. В течение стольких лет мы и строили свою государственность, мы и добивались признания нашей государственности. И что самое главное, мы на пути становления наших государств не допустили ни одной ошибки. Если бы становление наших государств шло где-то в диссонанс международным правом, то бы Российской Федерации, конечно, труднее было нас признавать. Но поскольку мы на своем пути прошли все этапы становления современных государств в полном соответствии с международным правом, это давало полное право и Российской Федерации признать реально существующие наши государства. Кроме того, мне надо снимать сошетов, что после развала Советского Союза очень много большинства граждан Южной Осетии и Абхазии приняли российское гражданство. Это опять-таки в соответствии с российским законодательством. И это тоже давало России право признать своих соотечественников своими гражданами. То есть обеспечить их безопасность. И вот за эти 13 лет после признания наших государств мы прошли довольно большой путь в установлении дружеских, партнерских, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, которые базируются на прочной договорной основе. И я думаю, что вот это наше сотрудничество, наша дружба будет продолжаться. Еще раз всех поздравляю с сегодняшним праздником. Максим Харитонович, к вам хочу обратиться. Ну, Мурат Кузьмич уже сказал о том, что вас объединяют не только воспоминания, но и совместная работа, долгая совместная работа. Как вам вспоминаются эти дни, эти 13 лет пройденные? Ну, нас связывает давняя дружба. И, правильно, Мурат Кузьмич сказал, и совместная работа и на Женевской площадке, и помимо Женевы. Я хочу, пользуясь случаем, вспомнить нашего дорогого друга Бориса Львозовича Чучева, который с нами вместе тоже очень много работал. К сожалению, я знаю эту печальную новость, мы все разделяем эту печаль вместе с семьей и близким. То, что происходило в августе 8-го и после этого, нельзя, конечно, об этом говорить, не вспоминая то, что было до этого. И независимость наших стран была признана в 2008 году, но этой независимости намного больше лет. И в Осетии уже более 30 лет, в Азии тоже скоро 30. Поэтому тот справедливый акт признания нашей независимости, который состоялся в 2008 году, он не упал на нас с неба. Это было заслуженное признание. Мы заслужили, мы долго к этому шли. И, к сожалению, такой очень высокой ценой пришлось за это заплатить нашим братьям Ассетинам в 2008 году. Весь мир смотрел на вас. Весь мир смотрел на вас, как агрессор, пытаясь уничтожить целый народ. Я иногда, знаете, мысленно представляю, а что было бы, если бы у Грузии получилось бы в 2008 году захватить Осетию, разбомбить там Русский пунель. И сегодня мы бы апеллировали ко всем международным организациям, никакое международное сообщество не смогло бы защитить права Осетин и Абхазов. Никто бы нам ничего не смог дать. Никто бы не защитил права, никто бы не восстановил справедливость. И только благодаря России, которая тогда заступилась и понесла и человеческие жертвы, и серьезные политические издержки на международной арене. Все-таки Россия поступила справедливо и восстановила это справедливость. И за это, конечно, в наших колорах, и в Осетинском, и в Абхазском, всегда останется вот эта благодарность. Знаете, если посмотреть вообще на историю вот таких вот моментов, когда Россия приходит на помощь другим народам, в истории многовековую историю, очень много таких примеров. Но все-таки Россия спасала еще более братские народы, более близкие культурные и языковом плане также. Но сегодня такое время, когда эти народы забывают это и начинают действовать абсолютно, становиться даже центром гурсофобии. В нашем же случае эта дружба проверена давным-давно многочисленными трудностями, через которые мы все вместе прошли. Мы жили в блокаде, мы жили даже в то время, когда поддержка России в те 90-е годы больше осуществлялась в сторону Грузии. И даже несмотря на это, дружба наша не разрушилась между простыми людьми, осетинами, русскими, народами Осетии и России, Абхазии и России. И вот прошло время, эта дружба подтверждена временем, она крепкая, она крепнет. И сейчас мы уже с вами, представляете, празднуем 13-летний юбилей признания независимости Абхазии Южной Осетии со стороны Российской Федерации. Это очень большой праздник. Естественно, что еще могу пожелать? Мы можем говорить об этом, мы можем пытаться увековечить память героев. Я думаю, теперь самая главная задача наших стран, знаете как, сделать наши страны такими, как об этом мечтали те ребята, которые не дожили до этого дня. Те люди, которые не дожили до этого дня. Те, кто погибли за стопы наших стран. Надо сделать все, чтобы будущее наших стран было стабильным, чтобы это было процветание, чтобы вздовы и сироты не остались без помощи, чтобы только росли и крепли наши государства. Спасибо большое. Максим Харитонович, не могу не спросить о недавно озвученном заявлении США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания подписали совместное заявление и потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Как в вашей стране относятся к этому заявлению? Извините, что на шутку отвечаю шуткой. Я недавно тоже в душе, когда вы видите на камере, у меня на голове очень мало растительности становится со временем. Я недавно очень сильно в душе захотелось, чтобы у меня было больше волос. И чтобы я стал моложе на лет 20. К сожалению, невозможно вернуть время. Как молодость это все уходит бесследно, да? И процесс необратим. Ну, надо извините, что такое. Может, неуместное шутка. Ну, это просто смешно. Реагировать на такие заявления, я даже просто не знаю. Я даже считаю, что это можно оставлять без реакции. Либо отвечать, как сейчас модно, каким-нибудь мемом. Или какие-нибудь... Представьте, все страны сейчас мира начнут говорить о том, что давайте вернем время вспять и вернем все, как было вот тогда. Давайте все вот дружно возьмемся за руки и сделаем так, как хочет Запад. Прекрасно, конечно. Почему вы не знаете? Как вообще? Я не знаю, такие вещи можно не реагировать. Даже вообще на них меня прощать не надо. Я хочу поблагодарить за то, что пригласили. Хочу всех поздравить с наступающим вот этим праздником, днем признания независимости Республики Южной Осетии, Республики Абхазии, Российской Федерации. Ну, я согласен, серьезно на это реагировать никак нельзя. Ну, тем не менее, каждый год в той или иной форме бывают подобные требования к Российской Федерации. Там, отозвать, вывести войска, территориальная целостность Грузии и так далее и тому подобное. Это будет продолжаться, наверное, еще 5 лет, 10 лет. Это не важно. Серьезно к этому относиться не стоит, реагировать на это никак не стоит. На мой взгляд, надо заниматься своими делами, решать свои насущные вопросы. И я еще раз повторюсь, я недавно об этом в интервью тоже говорил. Чем больше мы будем работать, чем мы будем больше экономически, социально сильными государствами, тем меньше будет таких предложений там со стороны Запада, Незапада, Востока, кого угодно. Кого угодно. Я считаю, что у нас большой фронт работы и нам надо заниматься своими делами. У нас очень много проблем. Если мы сейчас еще будем распыляться и реагировать на подобные предложения, ну, наверное, в первую очередь надо решать свои проблемы. А потом, если будет, тем более предложения, вот эти предложения были к Российской Федерации, а не к нам. Мурат Кузьмич, вы как дипломат, как полагаете, надо поступить? Я согласен с Аланом Александровичем, что все-таки эти обращения повторяются с определенной периодичностью. Это, понятно, их позиция Запада. Но с определенной периодичностью, видимо, на них и не надо реагировать, во-первых. Во-вторых, все-таки обращение было к Российской Федерации. Российские депутаты четко на это ответили. И, кстати, было довольно четкое заявление нашей позиции Министерством иностранных дел Южной Осетии. Что касается этих западных стран, то это их позиция, непризнание наших государств. Точнее, им нужно укреплять свои позиции в Грузии. Они не за Грузию болеют, они болеют за свои позиции в Грузии. Но мы на площадке женевских дискуссий, где у нас есть возможность международного сообщества доводить нашу позицию официально, мы всегда говорим, что Южная Осетия к территории Грузии, к территориальной целостности Грузии никакого отношения не имеет. Отношения Запада с Грузией – это их отношения. Республика Южная Осетия, Республика Абхазия – независимые государства, и они суверенно строят отношения с Российской Федерацией. И я думаю, что Россия именно из этих позиций исходит. Что Россия строит суверенные отношения с двумя государствами, которых она признала. Мне не западает их мнение. Дмитрий Георгиевич. Значит, учитывая, что я не дипломат и не госслужащий, я скажу так, что это страны, которые вообще ничего не решают. Вот, вот, перечисленные страны, и они просто зарабатывают деньги, да. Если им заплатят в будущее, чтобы они поздравили Южную Осетию с независимостью, и им заплатят, они с визгом это будут делать. Ну, я не Албания, страна никакая. Да, я считаю, что это вообще, ну, вот, они за это получают просто поощрение, скажем так. Насколько тяжелый процесс дальнейшего признания независимости наших государств? Как он продвигается? Какие успехи? Какие шаги дальнейшие? Вот, кто что делает? Какие страны у нас союзники? На кого мы можем опереться? Максим Харитонов, пожалуйста, начните. Спасибо. Вот это очень интересный вопрос. И мы совместно с ассистинскими коллегами, и в мою пытность работы в Министерстве иностранных дел, и сейчас, мы продолжаем координировать наши совместные действия по процессу признания. У нас есть уже несколько государств в копилке, которые мы пока не называем, которые уже практически готовы признать независимость Абхазии. Есть и в Южной Осетии, есть в международном вот этом процессе признания, есть один очень маловажный фактор. Многие страны боятся делать этот шаг первыми. Многие страны боятся это делать, потому что незамедлительно на них будет оказано жесткое давление со стороны Запада, в частности, США. И я вот здесь тоже хочу привести пример. Россия же не оказывала такое жесткое давление на те страны, которые признавали космос. Россия не выставляла против них санкций. А США абсолютно не вряд ли ничем. Они используют любые методы, чтобы оказывать давление на те страны, которые планируют или собираются признать независимость нашей государства. Я на личном опыте убедился в этом, когда даже МИД Грузии мог позволить себе какие-то оскорбительные письма, выставлять в сторону. Это было очень важно. И, конечно, очень важно. Я много раз об этом уже говорил, и часто я этим странам, когда мы вели переговоры, например, премьер-министр одной страны говорил, извините, мы не можем вас признать, потому что после этого США прекратит финансовую помощь в нашу страну и выведет все свои активы и прекратит поддерживать нас. На что я очень часто отвечал, что в таком случае я буду являться самым опасным человеком в мире, потому что приезжаю в какую-либо страну, я буду выдавливать американские интересы с той страной. Представляете, это абсурд, конечно. Просто такой процесс запугивает. Естественно, страны, признав независимость и установить экономические отношения с Южной Осетией и Абхазией, естественно, они не потеряют поддержку со стороны Соединенных Штатов. Будет немного давления, но это не так страшно, как им это рисуют американцы. Поэтому, вот сразу извините, что долго скажу, что этот процесс перспективный, и он имеет большую перспективу. И признание, широкое признание независимости наших государств не забирает. Помимо всего, у нас очень много друзей и союзников, которые пока по определенным причинам не могут признать нашу независимость. Но с этими странами все равно можно уже сегодня вести коммерческую взаимовыгодную деятельность. И эти страны готовы нас признавать экономически, что тоже важно. И на этом этапе мы можем работать в этом направлении очень успешно. Мурат Кузьмич, поддержите или опровергните вашего коллегу? У нас проще. Я полностью согласен с Максимом. Действительно, есть страны, которые, может быть, и хотели бы нас признать, но есть давление, которое на них оказывается. Кто-то не хочет вперед себя выставлять. Я помню, вот мы были в одной стране, не буду называть конкретно пока, и они им сказали, если вас признает 10 государств, мы сразу будем 11. Ну, у нас, слава Богу, уже до 10 не так много остается, так что будем надеяться, что дойдем и до 11. Но самое главное, я считаю, что работать нужно. Работают наши министерства и национальных дел. Повседневно в этом направлении это их дело. Но, на мой взгляд, самое главное, и для Южной Осетии, и для Абхазии, мы главное признание уже получили. Вот завтра, 13 лет, как мы получили признание наших государств со стороны Российской Федерации. А для того, чтобы другие государства видели, что мы реально существуем, нужно себя укреплять, укреплять свою государственность во всех отношениях, я имею в виду и экономическом, и в культурном отношении. Презентовать себя именно как состоявшееся государство, и рано или поздно действительно это придет. Но самое главное, что наши государства существуют и хотят дружить со всеми, кто нас уважает и признает. Обычно на Женевской площадке, мы часто вот этот вопрос тоже поднимаем, мы им всегда говорим, что мир рады дружить со всеми, кто уважает наши народы. И признают их право на равноправное существование. Ну, дружба хороша на равных. Да, на равных, естественно. Естественно. А неравных дружба просто не может быть. Это вот дружба бывает, когда бывают интересы. Вот только что говорили коллеги о некоторых странах, где действительно интересы. Не дружба, а интересы. А у нас вот действительно, мы готовы принимать представителей всех государств, которые нас уважают. Но я думаю, что рано или поздно все равно это будет приходить к нам. Алан Александрович, вы взяли микрофон, хотели что-то добавить? Да, я немножечко добавлю. Я согласен со всем тем, что было высказано, но я вот такая ремарка небольшая. На заре становления нашей государственности мы никогда не ставили целью создать государство, чтобы нас признали. Да, цель создания государства, она абсолютно другая. Все то, что сегодня делается министерствами иностранных дел, это повседневная работа, которая должна быть, которая есть в любом государстве. И тем самым вот эти признания, вот это широкое признание, просто презентуем себя миру. И мы показываем себя миру, что мы такие же нормальные, как и все остальные, готовы, как Мурат Кузьмич сказал. И наш абхазский коллега, мы готовы со всеми взаимодействовать экономически, политически, культурно. Мы открыты для всех абсолютно, мы не закрываемся. И я считаю, что эти признания, они будут. Они будут, но мое мнение такое, мы не должны зацикливаться на признании, вот думать, что вот лишь бы нас признали. И Мурат Кузьмич правильно сказал. Нам нужно всесторонне развивать наши государства, наши государства, экономическую, социальную, все абсолютно сферы. Туризм, у нас есть перспективы, и как бы наши там южные соседи не говорили, что у нас нет, у нас есть, у нас есть для этого возможности, у нас есть пока что неплохой человеческий ресурс. У нас есть очень хорошая молодежь, у нас есть перспективы развития, как бы кому это может быть неприятно не было. И самое главное, вот преддверие праздника, есть Российская Федерация, которая признала нашу независимость и которая помогает нам обеспечивать нашу безопасность. Потому что уже 13 лет, как в списке главных проблем граждан Южной Осетии, Грузии не существует вообще. Мы не знаем, кто у них президент, не знаем, кто у них премьер-министр и вообще чем они живут. Потому что мы не живем с угрозой со стороны Грузии, с постоянной угрозой. У нас сейчас другие проблемы, хорошо или плохо, но мы стараемся их решать. И слава Богу, и слава Богу. У меня, коротко так скажу, значит, по личному опыту, как Кузьмич сказал, никаких препятствий нет поэкономически с Белоруссии, с Казахстаном, с Узбекистаном. Более того, в прошлом году, позапрошлом году и даже в этом году тоже мы исполнили контракты с ним. Деньги проходят свободно, грузы проходят свободно. Ну, имеется в виду оформление как положено. Это первое. Второе, вообще-то у нас цель, последний там референдум, что мы входим в состав России. Ну, а если нас, например, признали 150 стран, включая Евросоюз, потом тяжело будет это все отменять и входить в состав России. Так что, как сейчас, Аллан сказал, что вот достаточно нам пока вот этого признания, что есть, чтобы мы нормально развивались и функционировали. Вот все. Мне очень приятно, что вы настроены оптимистично, и Максим Харитонович, я так понимаю, выражает настроение в Абхазии, и наши гости. И я рада, что наша встреча на такой оптимистической ноте заканчивается в преддверии праздника. Еще раз всем спасибо большое за то, что вы пришли, за то, что обсуждали с нами проблему признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Спасибо за вашу позицию. Рад буду видеть вас в следующие разы. Спасибо большое. Максим Харитонович, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Рады будем вас видеть здесь. С удовольствием при этом. Приезжайте. Все, спасибо большое. Спасибо.